Городская хроника и социальные сети пестрят фотографиями и заголовками. Пропал подросток. 15-летняя девочка ушла из гостей и не вернулась. Разыскивается. За этими сообщениями реальные истории и полицейские сводки. Дети уходят из дома, а искать их приходится добровольцам и профессионалам. В настоящее время по итогам 9 месяцев у нас самовольных уходов, несовершеннолетних, было 59 фактов. То есть это не человек, а именно фактов. По итогам 2015 года 33. То есть у нас идет рост самовольных уходов детей. И это только официально. Осенью самый пик побегов. На детей в это время года наваливается слишком много. Тут и учеба, и секции, и отсутствие свободного времени. Часто непростые отношения со сверстниками, ссоры, недопонимания в семье. Ценот вгоняет в стресс, от которого ребенок и убегает. Последней каплей в море обид может стать любая мелочь. И тогда ребенок ощущает, что все против него. И школа, учителя против меня, и классный руководитель, и заучий, директор. И родители к ним присоединяются и тоже против меня. И он остается один, по его ощущениям, как будто один против всего мира. Никто меня не поддерживает. Ну и тогда он выбирает единственный способ, который находит для себя. Это просто уход из ситуации. Уход из дома – поступок внезапный, импульсивный, непродуманный. Днем подростки бесцельно бродят по городу и его окраинам. Ночуют в подъездах или у друзей. И пока родители сбиваются с ног в поисках, их дети находят опасные приключения. Психологи поясняют, чаще всего такое поведение подростков – способ привлечь к себе внимание. Родителям важно вовремя понять, что ребенок на грани срыва. Бывает, дети говорят об этом. Лучше бы меня не было. Те фразы, которые я уже говорила. Лучше бы меня не было. Без меня всем будет лучше. Вот я уйду из дома. Тогда вы или пожалеете, или будете хорошо и счастливо жить. По этим фразам можно ориентироваться. Критический период с 5 по 9 класс. Убежать из дома может и тихоня отличница, и отпетый сорванец. Но универсальное лекарство от побегов есть. Психологи советуют уделять ребенку больше времени, внимания и заботиться о нем. Обсуждать проблемы и решать их вместе. Поддержка – вот что так важно для подростка. Если ребенок не вернулся к назначенному времени, и родители уверены, что он ушел из дома, заявление в полицию нужно подавать незамедлительно. На такие обращения правоохранители реагируют оперативно. Не лишним будет подключить к поискам интернет-сообщества. Тогда шансы, что потеряшка проведет ночь дома, увеличатся. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.